МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на телеканале Беларусь-Атыры отбудется премьера проекта «Великая будовля». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Больше, как 70 белорусских предприемств приймут в делу в выставе «Продэкспо-2016». Международный форум стартовал сегодня в Москве. В комплексе «Экспо-центр» свою продукцию представляют и вытворцы нашего региона. Всяродык «Спартак», «Червоный Мазыранин», «Калинковицкий мясокомбинат». «Продэкспо» – самая ауторитетная, что годовая подея во Усходной Европе, у сферы харчаванья. Выстава накерована на заключение долготерминовых контрактов по поставках белорусского харчаванья на российский рынок. Сегодня с Международного фестиваля циркового мастатства у Монте-Карла дадому вернутся артисты Мазырского центра «Арена». На рахунку бесстрашных канатаходцев – сребраный медаль. В минулом году Мазыране отримали специальные призывы фестивалю, а все лето вошли у тройку лидеров. Пятеро артистов в возрасте от 13 до 20 годов представили технично складанный номер. Делее АГО у Монако навод доставили специальное обсталевание. Про уражение от конкурса и дальнейшие планы мы доведаемся у самих артистов и расскажем вам в ближайшие дни. С тагодзю белорусской милиции информационная служба телерадиокомпании Гомель присвятила специальный проект. У центру ваги – история становления гомельского подразделения, внутренних справ, подвиги и заслуги офицеров, гучные криминальные справы. Абтым, як створалася гомельская милиция, з якими выкликами сустрелись на початку 20-го стагодзя первые супрацовники подразделения, наш наступный материал. 1919 год. Час становления советской улады разом с тым разгулы Украине подпольных узброенных силы бандформированию. Махчыма не было б на сторонках истории створения гомельской милиции героичного подвигу, кали б не однозначная падея. Анты урадовым мятеж под керовнистом Младимира Стрекопытова, былого царского офицера, загадчика господарки 68-го батальона червонной армии. И он по сутности скорыстався бунтом червонной армейцев. Их нежаданним истин на фронт и неудалым выступлением 68-го полка супрацсил Симона Пятлюры. После чего выник у близкучей промовы перед дезертырами. Стал лидером мятежников. Из некоторых батальонов с Трекопытовым был сформированный один полк, при поддержке которого на часы территории сучасной гомельщины лидер паустанцев хотел обвестить створение Русской Народной Республики. Он заявил солдатам, что двигаться в Россию нельзя. Троцкий нас за уход с фронта и побег, оставление позиции, не помилует. Поэтому давайте устроим здесь, вовлечем небольшую революцию, вовлечем в нее как можно больше народа, а потом будем предъявлять свои условия. Чисто из этих соображений, я думаю, они и устроили этот, скажем так, захват города. Супредстоять мятежникам довелось московскому отраду всероссийской надзвучанной комиссии, партак ТВ, интернациональной роте и первшим отрадам гомельской милиции. Паустанцы захопили чагоночный вузел, городскую турму выпустили на волю осудженных, узяли под контроль телеграф. Долгий час им удавалось дезинформовать советскую ладу лживыми поведомлениями. Основные шпадеи, связанные с обороной Гомель, развернулись у гостиницы Савой, теперь это будинок старого универмага. Узначалил группу оборонцев Ипполитвой Цехович. Довольно успешно оборонялись они целые сутки. Когда мятежники, видя, ну, после нескольких попыток неудачных взять эту гостиницу, так, подтянули артиллерию, она была установлена на перекрестке улицы, где нынешняя, если как обозначить, крестьянская и советская, так, и со стороны площади, ну, со стороны Сажа. И прямой наводкой начали расстреливать гостиницу, полностью разбили третий этаж. Тремать оборону коммунарам было вельми тяжко. Стролковая сброя не могла супредстоять огню артиллеры. Але не глядячи на гэта, партийцы сдолили протрыматься на здявленье шмат часу. Так в обороне гостиницы Савой, кроме Выцеховича, принимали участие многие другие милиционеры. Один из них, Колбовский, оставил следующие воспоминания, из которых наиболее запомнились строки. Когда банда ворвалась с Савой, и пулемет уже очутился в их руках, я решил живым не сдаваться. Ну, милиционер выжил в круговерте гражданской войны, а вот один из первых начальников Гомельской уездной милиции, Выцехович, погиб. Оружие, которое тогда применялось при обороне, это обыкновенная винтовка трехлинейка, значит, один пулемет был у них, который потом убили, подбили. Значит, естественно, что это револьверы различные, ну, как личное оружие и коммунары, у членов ревкома. Увы, неку солдаты строкопытого узяли над коммунарами вверх. Пообяцавшись заховать оборонцам жить, темятежники промусили их покинуть гостиницу. Однако не стремали слова. Частку офицеров расстреляли одразу. Остатних кинули за краты и покарали позднее. Впоследствии все члены ревкома, это Орбах, Белецкий, Ланге, Комиссаров, значит, были убиты, причем зверски. И вот в честь этих, так сказать, героев революции были названы улицы города Гомеля. У своих руках строкопытого цитрымали Гомелюся год-три дни. 27-го саковика 1919 года помеж брыгадой мятежников и частями Червоной армии почалися бои за областный центр. Повстанцы отступили с початку у Рэджицу, а потом были с большого ликвидованы. Выжившие мятежники долучилися до отрада у Пятлюры. Подвиг коммунара он назовжды трапил на сторонке истории гомельской милиции. Какая по сутности, як особное подразделение сформировалось опрос 20 дён после этих падей. 18-го кроссовика 1919 года. Александр Гамоля, Максим Савин, Дмитрий Радянко. Телерадио компания «Гомель». Минулые выходные, хоть и не были отзначены моцными морозами, не обышлись без пожаров. В Жобинске металлургическом колледже наперед до дни загинул супрацовник установы. По переднюю версию того, что отбылось огучил официйный представник областного управления Следующего комитета Мария Кривоногова. Верогодно пожар узник за узгорание старого холодильника в бытовым помешканне. Загадший курс, у подрыхтовки водителя в некоторый час пробывал справиться с ситуацией самостойно. У несвядомым стане, у 30 метров от очага узгорания, его поздней знайшли выротовальники. Еще одна супрацовница колледжа была выротована. Необходность установки пожарного оповещальника в доме, где живут дети, еще раз подтвердил выпады Курешицком районе. У Василевичах своечасово спрацовавшая прилада выротовала житё жаншины и двоих дятей. Верогодная причина пожару – перакал печи. Почувши гуковый сигнал оповещальника, 30-годовая господиня домовладанья разом с двума детьми покинула дом до прибытия подразделения ОМНС. На этом тыдне у регионе чекаются морозы до 25 градусов. По информации областного гидрометцентра, у авторок температура по ветру складе до минус 18 градусов у ночи и до минус 15 у день. У ночи на большей части территории региона. У день по поуднево-заходной части чекается снег. У Сираду махчима слабая мятелица. Будет минус 12-17 градусов у ночи при прояснениях до минус 22. У день от 9 до 14 градусов ниже и за 0. У шатфер морозы у смоцнется. У ночи температура складе минус 15-20 при прояснениях до 25. У день слубки термометров покажут до минус 16. Холодные буди и пятница. Вероходно падение температуры до минус 20-25. У день прогнозуется минус 12. На выходных морозы крыху ослабеют. Температура в ночи у субботу и неделю складе 9-14 морозу. У день от 5 до 10 градусов ниже и за 0. Махчимы невеликий снег. Сегодня на телеканале Беларусь Шатыры Гомеля отбудется премьера проекта «Великая будовля». Автор программы Татьяна Болгова отправилась на новую будовлю Гомеля, как доведаться об тем, как развивается будовничный комплекс нашего региона. Где областным центром изъявятся новые микрорайоны, и какое у них заразу сводится жилье. Подробязности у проекте «Великая будовля» на телеканале Беларусь Шатыры. Сегодня у 21.50 хвилин. У святых затышных насекомых запрошает галерея Гаурила Вашенки. Жуки, строкозы, павуки, мотыльки. Экспозиция знаменит с самыми редкими насильниками земного шара. Насекомые – первые живые истоты на земле. Яны пережили пять массовых катаклизмов и оказались больше живущими, чем динозавры. На выставе можно увидеть больше 160 представников насекомых с кожного кутка земли. Наведовленники, о которых пужают павуки и скорпионы, могут оглядеть особную экспозицию, просвеченную мотылькам. Дети очень любят обращать внимание на бабочку сову, потому что действительно ее крылья полностью имитируют всю голову совы. Много жуков-усачей, много жуков-рогачей, жуков-носорогов. Есть совершенно уникальные по виду пауки-фрины, палочники, которые могут спрятаться на растении. Даже зная, что он тут есть, его практически не рассмотреть. На этом выпуск завершенный у студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин